На Украине с сегодняшнего дня отменены льготы для почти 8 миллионов граждан. Без социальной поддержки остались пенсионеры, инвалиды и даже боровшиеся за смену власти герои Небесной Сотни. Таким образом, правительство сокращает расходы бюджета, чтобы выполнить условия международных кредиторов. Тем временем, хакеры Киберберкута опубликовали переписку Петра Порошенко с финансистом из США Джорджем Соросом. К чему американец призывает украинского президента, расскажет Лилия Попова. Джордж Сорос, хоть и обещал инвестировать в экономику Украины когда-нибудь потом миллиард долларов, пока помогает молодой демократию только советами. Если верить личной переписке американского финансиста с президентом Порошенко, опубликованной хакерами Киберберкута, Сорос поддерживает и усиливает напряжение между Украиной и Россией, буквально диктуя киевским властям, что и как делать. Он настаивает, чтобы США поставляли Киеву летальное современное оружие, обучали украинских солдат. Правда, так, чтобы американские инструкторы не оказались втянуты в боевые действия. Украинских солдат нужно тренировать за пределами Украины, например, в Румынии. Таким образом, американские военные останутся незамеченными, и войска НАТО не будут присутствовать на Украине. Помочь украинской армии нарастить боевую мощь Сорос призывает и Европу. Правда, сделать это так, чтобы формально минские соглашения были вроде бы как соблюдены. А еще американец требует, чтобы Еврокомиссия в ущерб собственным интересам ежегодно выделяла Украине по миллиарду евро. Что подумают европейские налогоплательщики, о таких тратах финансисты волнуют мало. Равно, как чем в действительности Евромайдан закончится для украинцев. Сорос признает, что бюджет Украины остается дырявым. Валютные резервы исчерпаны, гривна ничем не подкреплена, страна не в состоянии платить по долгам. А если случится паника и валюта обвалится, Нацбанк не сможет стабилизировать курс даже на время. При этом миллиардер советует Порошенко создать всего лишь видимость финансовой стабильности. Что, впрочем, вполне объяснимо. Хаос на Украине выгоден и Вашингтону, и Соросу лично. Именно он был одним из спонсоров госпереворота в Киеве. И он же не так давно приезжал в столицу Украины, чтобы при поддержке и ценника раздробить нафтогаз на три компании и приватизировать их. Человек с репутацией убийцы валют и известный русофоб в письме с указаниями Порошенко подписался самоназначенным адвокатом Украины. В вынужденный кошелек незалежный Международный валютный фонд распространил заявление. В нем специалисты спрогнозировали большее, чем ожидалось ранее, сокращение украинской экономики. Падение ВВП аж на 9%. Миссия пересмотрела прогноз в сторону снижения на 2015 год до минус 9% и прогнозирует инфляцию к концу года на уровне 46%. Инфляцию подстегивают в основном однократные временные эффекты резкого движения обменного курса гривны в феврале, а также рост цен на энергоносители. Продолжение следует...